Тысячи фотографий и гигабайты видео. С таким багажом из велопохода вернулся люберчанин Алексей Курлуков. На своем велосипеде он в одиночку добрался до далекого Владивостока. О своем путешествии со скоростью 60 впечатлений в час он рассказал нашей съемочной группе. Очень много всяких красивых мест, конечно. А, вот. Это горные козлы. В виртуальном альбоме Алексея Курлукова 7 тысяч фотографий. Он не выпускал из рук камеру 5 месяцев. Столько у велосипедиста заняла дорога от Люберец до Дальнего Востока. Идею грандиозного велопутешествия он вынашивал полгода. Столько же мучился бессонницей от предвкушения поездки. Мы сидели вот на этом диване. И он говорит, мам, если я доеду до Владивостока, я буду самый счастливый человек на свете. Ну, я посмотрел, подумал и думаю, ну, пусть будет ребенок самый счастливый человек на свете. Поэтому он и поехал. От дивана в своей квартире Алексей уехал на 13 тысяч километров. К Тихоокеанским воротам России он мчал через Рязань, Волгоград, Барнаул и Хабаровск. По пути успел погостить в Монголии и Казахстане. Поедешь со мной? Не? Я понял. Ладно-то, давай. Компании для велопутешествия у Алексея не нашлось. Трассы и грунтовые дороги страны он штурмовал в одиночку. Его домом стала палатка, кроватью, спальный мешок, кухня и туристическая газовая горелка. Погасло. Ветер. Такое тоже бывало. Походный чай Алексей Курлуков теперь готовит на аллеях Центрального парка. Угощает велосипедистов-единомышленников. О своем путешествии он рассказывал им онлайн, на страницах в социальных сетях. Друзья ставили лайки и оставляли комментарии. Теперь каждый километр пути обсуждают на велопрогулках. Я считаю, что Леша просто этим показал, что он свободен. Я вот некоторым людям говорю, что Леха красавчик, он проехал до Владивостока. Они говорят, и чего это ему дало? Много чего ему это дало. Из Владивостока велосипедист привез как минимум 13 тысяч впечатлений. По одному на каждый километр пути. Алексей не гнался за рекордами скорости. Гораздо больше цифр на спидометре его интересовали пейзажи по обе стороны от руля. Крутить педали особенно мешали красоты Алтая. Невероятно красивая природа. Рельеф, вообще нереальная локация. Я старался 100 километров в день проезжать. И доходило до того, что проезжал в день иногда 40-20 километров. То есть минимальное расстояние, хотя в день пытался 100 проезжать. То есть из-за природы куча много фоток, видео. То есть меня Алтай очень сильно тормозил. Надолго ограничиваться путешествиями по центральному парку Алексей Курлаков не намерен. Приумножить пробег своего велосипеда планируют еще одной грандиозной велопрогулкой. На двух колесах Люберчанин мечтает добраться до Таиланда.